Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о тех небольших успехах, которые у нас произошли за время второго месяца знакомства с Давидом. Сегодня 21 апреля и у нас как раз два месяца знакомства с Давидом. И сегодня у нас был 18 сеанс. Расскажу именно о том, что произошло в период с 21 марта по 21 апреля какие небольшие улучшения у нас есть. Потому что о предыдущих я уже рассказывала о улучшениях. Там все так же и остается. Во-первых, у Дианы расширился немного рацион питания. Мы перешли на другой рацион питания. То, что она раньше не хотела кушать, сейчас она понемногу начинает есть. Во-первых, раньше основное наше питание это были готовые пюрешки, которые покупались в магазине. И то как бы не любые, а определенный набор. Сейчас я перестала покупать эти пюре. Покупаю только фруктовый творожок. В остальном Диана кушает супчики, которые я варю. Супчики с крупами. Крупу она вообще никакую раньше не кушала ни в кашах. Ни гречку, ни рис, ни овсянку тем более. Стала кушать Диана картофельное пюре, которое тоже она раньше не ела. Пробовала чебуреки, причем вместе с фаршем. Фарш тоже она раньше совершенно не кушала. Если там упробовала, то только тесто. Вот. Сейчас она все это кушает. Стала самостоятельно пить из кружки и стакана. Практически всегда отказывается от того, чтобы там ей помогали, как-то поддерживали кружку или стаканчик. Следующее также это. Я замечаю, что у Дианы все-таки развивается речь. Идет речевое развитие. У нас вместо слов «мама» и «папа» появились теперь еще «мамочка» и «папочка». Также она стала больше отвечать предложениями именно на какие-то там на вопросы. Еще если ее там раньше спрашивали «хочешь ты там что-то?» Она могла просто там «нет». Сейчас она «нет, я не хочу то-то, то-то» или «нет, я не буду» или «набор». То есть больше она стала предложениями разговаривать. Вот. Ну и основная у нас продолжается, работает наша работа по устранению истерик с переменными удачами и неудачами. Тут я все-таки тоже надеюсь на лучшее. Ну вот вкратце, что у нас произошло хорошего за последний месяц. За все это огромное спасибо Давиду. Спасибо за то, что он уделяет нам свое драгоценное внимание. Всем успехов, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!